Дорогие слушатели, сейчас вы услышите последние три главы романа Роберта Хайнлайна «Время для звезд». Это главы 15, 16 и 17. Как и обещал, я закончил читать эту книгу. Если вы еще не начинали ее слушать, а ждали, когда я закончу, то вы можете найти ссылки на удобный плейлист и на первые главы в описании к этому видео. А всем остальным я желаю приятного прослушивания. У микрофона диктор Александр Большешальский. Пожалуйста, не забудьте подписаться на канал, если вы еще не подписаны, чтобы не пропускать новые видео. Роберт Хайнлайн «Время для звезд». Глава 15. Выполняйте задание. Не знаю уж, чего я ожидал после нападения чудовищ. Мы просто слонялись по кораблю в каком-то отрешении. Некоторые пытались что-то высмотреть с временной палубы. Продолжалось это до тех пор, пока из воды не высунулась снова эта прыскалка, чуть не зашибив одного из нас. Тогда капитан Уркхард приказал никому не покидать внутренних помещений, и люк закрыли. И чего уж точно я не ожидал, так это объявленного после ужина. Если это можно назвать ужином, просто понаделали себе бутербродов. Приказа. Я должен был незамедлительно явиться на совещание главотделов. «Это тебя, Том?» Спросил Чет Треворс. «Говорят, дядя Альф заболел, дверь его каюта закрыта». «Да, видно меня». На дядю все случившееся подействовало очень сильно. По приказу единственного оставшегося у нас медика, доктора Пандита, он принял большую дозу снотворного и лежал в постели. «Тогда тебе лучше побежать туда побыстрее». Я было отправился в каюту капитана Уркхарта, но там было темно. Затем, проявив необычную для меня смекалку, я пошел в капитанскую каюту. Дверь ее была нараспашку, вызванные уже сидели вокруг стола во главе с капитаном Уркхартом. «Отдел специальной связи, сэр», — отрапортовал я. «Садитесь, Бартлетт». За мной вошел Гарри, после чего Уркхарт встал, закрыл дверь и снова сел на свое место. Я огляделся, думая про себя, что это довольно забавное совещание главотделов. Из присутствовавших один только Гарри Гейтс был начальником в момент старта. Мистер Истман был вместо командора Фрика. Мамочка Утул умерла уже давно, но теперь погиб ПКЗ. Отдел экологии был представлен мистером Кришнамурти, который когда-то всего лишь присматривал за кондиционированием воздуха и гидропоникой. Мистер Утул заменял доктора Бэбкока, мистер Регато, мистера Роча. Сержант Андреэли, бывший также техником при двигателях, находился здесь вместо дяди Стива, и он являлся единственным оставшимся в живых членом охраны. Пару дней тому назад его отослали на корабль со сломанной рукой. Доктор Пандит сидел на месте, принадлежавшем когда-то доктору Девера. Ну и, конечно, я. Но я только временно замещал дядюшку Альфа, к счастью, еще живого. Хуже всего было то, что вместо прежнего капитана сидел капитан Уркхарт. Капитан Уркхарт начал. У меня нет необходимости описывать вам подробно то положение, в котором мы находимся. Вы знаете его не хуже меня. Опустим мы также и обычные рапорты по отделам. По моему мнению, наше исследование этой планеты завершено. С имеющимся у нас персоналом и техникой мы не можем ничего к нему добавить. Разве что нужно составить еще одно донесение, описывающее опасности, с которыми мы сегодня столкнулись, чтобы первые поселенцы были готовы защитить себя от них. Есть возражения? Доктор Гейтс, вы желаете продолжить здесь исследование? На лице Гарри появилось удивление, и он ответил. Нет, капитан, при сложившихся обстоятельствах нет. Замечания? Замечаний ни у кого не было. Хорошо, продолжил Уркхарт. Тогда я предлагаю прикинуть курс к Альфе Феникса. Панихида завтра в девять, стартуем в полдень. Замечания? Пожалуйста, мистер Утул. А? Вы хотите знать, готовы ли будут у нас все расчеты ко времени? Ну, думаю, да, если мы с Жанетт сразу сейчас возьмемся за работу. Садитесь сразу, как только мы разойдемся, мистер Регато. Вид у Регато был пораженный. Я не ожидал этого, капитан. Я понимаю, все это несколько неожиданно, но все-таки может ваш отдел подготовиться. Насколько мне известно, топливо на борту есть. Да не в этом беда, капитан. Конечно, двигатели будут готовы, только мне казалось, что нам предстоит один дальний переход к земле. И что же заставило вас прийти к такому заключению? Ну-у-у-у... Новый главный механик начал заикаться и чуть не перескочил с ПЛ-жаргона на родной испанский. Но ведь мы в жутком положении, сэр. Нашему отделу придется стоять вахты через одну, почти не отдыхая. Не могу говорить за другие отделы, но и там, вероятно, не лучше. Конечно, не можете, да я вас об этом и не прошу. А что касается вашего отдела, технически он готов? Регато сглотнул. Да, сэр, только ведь ломаться могут не одни механизмы. Люди тоже. А разве не пришлось бы вам точно так же стоять вахты через одну, если бы мы направлялись сейчас к земле? Уркхарт не стал дожидаться и так очевидного ответа, а вместо этого продолжил. Жаль, что мне приходится это говорить. Мы здесь не для собственного удовольствия. Мы выполняем возложенную на нас миссию. Все вы прекрасно знаете это. Сегодня перед самым своим отлетом капитан Свенсен сказал мне. Примите командование моим кораблем, сэр. Выполняйте порученное вам задание. И я ответил, есть, сэр. Позвольте мне напомнить вам, в чем же состоит это задание. Нас послали для проведения тех самых исследований, которыми мы занимаемся, с приказанием продолжать поиски до тех пор, пока у нас сохраняется связь с землей. После прекращения связи мы имеем право вернуться, если сможем. Так вот, джентльмены, связь с землей у нас пока еще есть. Следующий пункт, назначенный к исследованию Альфа-Феникса. По-моему, все совершенно ясно. В моей голове была такая сумятица, что я едва его слышал. Я думал, кем интересно он себя считает? Колумбом? Летучим голландцем? Нас осталось в живых чуть больше тридцати человек. Это из двух сотен. Лодок нету, вертолетов нету. Я чуть не прослушал следующее, что он сказал. Бартлет? Сэр? А как с вашим отделом? Тут меня осенило, что именно мы являемся ключевым отделом. Мы, психи. Когда мы утратим контакт, ему обязательно придется повернуть назад. Меня так и подмывало заявить, что все мы вдруг оглохли. Но, как я хорошо понимал, это бы не прошло. Так что я воздержался. А как вы верно сказали, сэр, у нас есть связь с Землей? Очень хорошо. Он перевел взгляд на доктора Пандита. Одну секунду, капитан. Продолжил я. Но это не все. Да? Говорите, в чем дело? Понимаете, ведь следующий бросок будет продолжаться около тридцати лет, верно ведь? Я имею в виду гринвическое время. Что-то в этом роде, чуть поменьше. Что-то в этом роде. Специальных связистов осталось трое. Я дядя, я хотел сказать мистер Макнейл, и Мэйлин Треворс. Думаю, дядю считать не надо. Почему? Потому что он все еще на связи со своей первоначальной напарницей, и ей сейчас почти столько же лет, сколько ему. Как вы думаете, проживет дядя еще тридцать лет? Ну, для него же это не будет тридцать лет. А, извините, я понял. Ей будет уже застой, если она вообще доживет. Может стать синильной. Возможно, сэр, но, скорее всего, она умрет. Ну, хорошо, забудем про Макнейла. Остается вас двое вполне достаточно для того, чтобы передавать самые существенные сообщения. Сомневаюсь, сэр. На Мэйлин надежда тоже слаба. У нее связь только вторичная, напарнику больше тридцати детей нету. По опыту других телепатических пар я бы счел крайне маловероятным, что они сохранят связь после очередного пика. Особенно после пика в тридцать лет. Остаетесь еще вы. Тут я вдруг подумал, что если бы у меня хватило духу прыгнуть с корабля в воду, все остальные могли бы спокойно отправиться домой. Это не было серьезной мыслью. Я, конечно, когда-нибудь умру, но уж, во всяком случае, не из-за самоубийства. Со мной тоже немногим лучше, сэр. Моей напарнице около... Мне пришлось остановиться и подсчитать. Результат как-то не укладывался в голове. Около девятнадцати лет, сэр. Детей нету, и нет шансов, что дети появятся прежде, чем мы войдем в пик. Да и в любом случае, я не смог бы связаться с новорожденным ребенком. Когда мы выйдем из пика, ей будет под пятьдесят. Насколько мне известно, до настоящего момента у всего нашего флота не было случаев восстановления связи после столь долгого перерыва. Он ответил не сразу. У вас есть какие-нибудь причины считать, что это невозможно? Ну, вообще-то нет, сэр, но это крайне маловероятно. Ммм... Вы считаете себя специалистом в теории телепатии? Кем? Ну, конечно, нет, сэр. Я просто телепат, вот и все. Думаю, скорее всего, он прав. Вступил в разговор доктор Пандит. А вы специалист, доктор? А я, сэр, как вам известно, моей специальностью являются редкие заболевания, однако в таком случае мы проконсультируемся с землей. Возможно, они смогут нам что-нибудь посоветовать. Что-нибудь, что увеличит наши шансы. Вполне возможно, ввиду сложившихся обстоятельств, фонд позволит снова использовать наркотики для уменьшения вероятности того, что после пика не удастся восстановить связь. Или что-нибудь еще. Я хотел сказать ему, что Вики не станет рисковать и принимать опасные наркотики, к которым можно и привыкнуть. А потом передумал. Пэт принимал, значит, и Вики может. Это все, джентльмены, мы стартуем завтра в полдень. Да, вот еще. Один из вас намекал, что на нашем корабле упала мораль. Верно, и я знаю, это, возможно, лучше, чем кто-либо из вас. Однако мораль восстановится, и мы сможем быстрее забыть о своих утратах, если мы сразу же возьмемся за работу. Хочу еще только добавить, что все вы, как старший офицер этого корабля, можете сделать очень многое для повышения морали, просто подавая хороший пример. И я уверен, что так вы и поступите. Он встал. Не знаю уж, каким образом по кораблю разносятся новости, но к тому времени, как я дошел до столовой, все уже знали, что мы завтра стартуем, и не к земле. Я сразу выскочил из столовой, она вся гудела от разговоров. А мне не хотелось принимать в них участие, мысли у меня путались. Я думал о том, что капитан хочет сделать еще один переход, после которого он, скорее всего, не сможет сообщить результаты, если те вообще будут на землю. А из-за этого у всех нас появляются великолепные шансы никогда не вернуться домой. С другой стороны, я не мог не восхищаться тем, с какой твердостью он напомнил нам о наших обязанностях, и в зародыше подавил панику. Воля у него была. У летучего голландца тоже была воля, правда, по сообщениям тех, кто видел его в последний раз, он все еще пытался обогнуть мыс Горн, и все так же безуспешно. Вот капитан, то есть капитан Свенсен, поправил я себя, не был таким упрямым, как бык. А может, был бы. Если верить Уркхарту, последними словами капитана было напоминание, что теперь он должен выполнять возложенное на нас задание. Все мы были тщательно подобраны, не считая нас, психов, и вполне могло статься, что и шкипер, и запасной шкипер каждого корабля выбирались в первую очередь по бульдожьему упрямству, тому самому качеству, которое не давало Колумбу отступить, даже тогда, когда у него кончалась питьевая вода, а команда готова была взбунтоваться. Я вспомнил, что дядя Стив как-то высказывал такое предположение. Тут я решил пойти и поговорить с дядей Стивом, а потом вспомнил, что не могу этого сделать, и вот тогда-то я почувствовал себя действительно паршиво. Когда мои родители умерли, два пика тому назад, я почувствовал себя паршиво, потому что я не чувствовал себя паршиво, как был бы должен. Когда это случилось, или, вернее сказать, к тому времени, как я узнал об этом, они были уже давно мертвы. Люди, которых я давно не видел, просто лица на фотографиях. Но дядю Стива я видел ежедневно. Я видел его только сегодня. Я привык обсуждать с ним все свои неприятности, когда они казались чересчур велики для меня одного. Вот тут-то я и почувствовал утрату. Ведь иногда после сильного удара не сразу чувствуешь боль, боль появляется только тогда, когда соберешься и поймешь, что тебя ударили. И очень хорошо, что как раз в этот момент кто-то постучал в мою дверь. А то я мог и разреветься. Это была Мейлин со своим мужем, Четом. Я пригласил их в каюту, и они сели на койку. Чет сразу приступил к делу. «Том, как ты относишься ко всему этому?» «К чему?» «Ко всей этой идиотской попытке идти дальше с тем, что осталось от команды». «Да какая разница, как я отношусь?» Медленно ответил я. «Я же не команду этим кораблем». «Ну вот как раз таки и командуешь». «А что?» «Ну, не совсем так. Я просто хотел сказать, что ты можешь прекратить эту ерунду». «Так вот, Том, все знают, что ты сказал капитану и...» «А кто сказал?» «Да неважно». «Если это пошло не от тебя, возможно, рассказали все остальные, бывшие на вашем совете. Теперь уже все знают. Так вот, ты ему верно сказал, в итоге получается, что по части связи с землею Уркард зависит от тебя и от одного только тебя. Вот и выходит, что ты и есть тот человек, у которого в руках дубина. Ты можешь его остановить». «Что?» «Подожди, подожди, подожди. Я же не единственный». «Ясно, что он не рассчитывает на дядю, но как же... Как же Мэйлин?» Чет покачал головой. Мэйлин не собирается переговариваться для него. «Подожди, Чет, я же этого не говорила», — сказала Мэйлин. Он с обожанием поглядел на жену. «Ну, не притворяйся такой дурочкой, радость моя. Ты же прекрасно знаешь, что нет ни малейших шансов, что после пика ему будет от тебя какой-нибудь толк. А если наш отважный капитан Уркард сам этого еще не понял, так я ему объясню, даже если до этого придется пользоваться словами, которые не говорят при женщинах». «Но ведь может получиться, что я останусь в контакте». «Нет, никак не может. А в противном случае я вшибу твою хорошенькую головку в туловище, и будешь ты у меня глядеть сквозь ребра, как птичка из клетки». «Наши дети будут расти на земле». Мэйлин взглянула на него и успокаивающе похлопала его руку. «Траверсы пока не ждали ребенка, но всем было известно, что они надеются». До меня начало доходить, почему Чет столь непреклонен, и я почувствовал полную уверенность, что Мэйлин действительно не возобновит контакта после пика, если муж немного с нею поговорит. «Для нее было гораздо важнее то, чего хочет Чет, чем то, чего хочет капитан, или чем какой-то там абстрактный долг по отношению к фонду, который находится где-то далеко-далеко». «В общем, обдумай все это хорошенько, Том», — продолжил Чет. «И ты поймешь, что просто не можешь подводить своих товарищей. Лететь дальше — просто самоубийство. И все это понимают, все, кроме капитана. Ну вот и решай». «Ну, я, конечно, подумаю». «Подумай. Только не очень тяни». И они ушли. Я лег, но не уснул. Все заключалось в том, что Чет почти наверняка прав, в том числе и в своей уверенности, что Мэйлин не сможет связаться со своим напарником после очередного пика. У нее и теперь иногда пропадал контакт. Со времени последнего пика технические и математические материалы, которые должна была передавать она, передавал я, так как ее контакт все время прерывался. Чету не потребуется вшибать в ее, вполне согласен, хорошенькую головку, так как она и сама теряла связь. А с другой стороны... Добравшись так до восемнадцатого, а с другой стороны я встал, оделся и пошел искать Гарри Гейтса. Мне пришло в голову, что раз он, глава отдела и также присутствовал на совещании, поговорить с ним вполне позволительно. В каюте его не было. Барбара посоветовала мне посмотреть в лаборатории. Там он и находился, погруженный в распаковывание образцов, присланных вчера с берега. Гарри поднял глаза. «Ну, Том, как дела?» «Да не очень». «Понимаю. Слушай, у меня даже не было подходящего случая, как следует тебя поблагодарить. Сделать это в письменной форме или ты согласишься на устную?» «А, будем считать, что ты поблагодарил». «Сперва я даже не понял, а ведь и вправду, совсем забыл, что вытащил его из воды». «Мне об этом некогда было думать». «Как скажешь, но я этого не забуду. Ты же понимаешь, это правда». «Да, окей, Гарри, мне нужен твой совет». «Тебе нужен?» «Да ради бога, у меня их сколько угодно, любых фасонов и расцветок. И все даром, и боюсь, ценность любого из них в точности равна цене». «Ты же был сегодня на совещании». «Ну, и ты тоже». На лице его появилось беспокойство. «Да». Я рассказал ему, что меня тревожит, потом, чуть подумав, и то, что сказал мне Чет. «И что же я должен делать, Гарри?» Чет совершенно прав. На то, что из этого нового прыжка будет какой-нибудь толк, очень мало шансов. И не стоят эти шансы риска. «Ну ладно, пусть мы найдем планету, стоящую того, чтобы о ней сообщить на Землю. А шансов на это немного, если посмотреть результаты по всему флоту. Пусть мы нашли ее. Так ведь доложить об этом мы почти наверняка не сможем. Вернее, сможем только по возвращении на Землю через две сотни лет после старта. Идти на это дело смешно, и, как верно сказал Чет, это самоубийственно. Но, с другой стороны, капитан прав, именно на это мы и подписывались. Программа полета говорит, что мы должны продолжать двигаться вперед. Прежде чем ответить, Гарри осторожно развернул очередной образец. «Эх, Томми, спроси-ка меня, чего попроще. Ну, спроси, например, жениться тебе или нет, и я тебе все прямо так скажу. Или еще что-нибудь спроси. Но есть вещь, которую ни один человек не может сказать другому. Это в чем состоит его долг. Это каждый должен решать для себя сам». Я немного подумал. «Да какого чего-то, Гарри? Сам-то ты как ко всему этому относишься?» «Я?» Он приостановил свое занятие. «Том, я, по правде говоря, не знаю. Что касается лично меня, ну, пожалуй, на этом корабле я счастливее, чем когда-либо в жизни. При мне моя жена и дети, я занят именно той работой, которая мне нравится. Ну, что я, у других все может же быть иначе. А как насчет твоих детей?» «Вот тут оно, конечно, да. Для семейного человека он нахмурился. «Я не могу ничего тебе посоветовать, Том. Если я хоть чуть намекну, что ты не должен выполнять условия подписанного тобою контракта, это будет побуждение к бунту на борту. Самое тяжелое преступление для нас обоих. Сказать тебе, что ты обязан выполнять то, чего хочет капитан, оно, конечно, безопасно с точки зрения закона. Только кончится это, может, смертью твоею, моею, моих детей, остальной команды, так как на стороне чета здравый смысл, хотя закон и против него». Он вздохнул. «Том, сегодня я, спасибо тебе еще раз, чуть не отдал концы. У меня, видимо, от этого пока что еще слабы сообразительности. В общем, я не могу давать тебе советы. Я не беспристрастен». Я молчал. «Как жаль, что так случилось с дядей Стивом. У него-то всегда и на все был ответ». «Единственное, что я могу», продолжал Гарри, «так это предложить тебе несколько жунический образ действий». «Да, а как это?» «Ты должен подойти к капитану один на один и рассказать ему, чем и насколько ты обеспокоен. Это может повлиять на его решение. Во всяком случае, он должен знать». Я сказал, что подумаю, поблагодарил его и ушел. Улегшись в постель, я в конце концов все-таки уснул. Проснулся я посреди ночи от того, что корабль трясся. Корабль, находясь на воде, всегда чуть покачивается, но совсем не таким образом, не с такой силой, и уж, конечно, не на Элизии. Тряска прекратилась, а затем вновь началась, и снова прекратилась, и началась. Я размышлял, чего бы, когда неожиданно корабль задрожал, на этот раз совершенно другим, знакомым образом. Так бывает при запуске двигателя на самой малой мощности. Техники называли это «прочистить глотку». Это был обычный элемент проверки двигательной установки. Решив, что просто мистер Регато заработался допоздна, я успокоился, тряски больше не было. За завтраком я узнал, в чем было дело. Эти огромные твари испробовали что-то, никто не знал, что именно, на самом корабле, после чего капитан вполне логично приказал мистеру Регато шугануть их факелом. И вот теперь, хотя мы по-прежнему не знали о них почти ничего, одно знали точно. Стойкости к перегретому пару и высокому уровню радиации у них нету. Каким-то образом очередная стычка с морскими чудовищами придала мне смелость, и я решил пойти к капитану, как советовал Гарри. Он впустил меня в каюту, заставив прождать у двери не более пяти минут. Затем он только молчал, дав мне говорить, сколько захочется. Я описал всю картину, как она мне виделась, не упоминая Чета и Гарри. Мне не было понятно, пронял я его или нет, так что излагал я все очень драматически. Что дядю и Майлин можно не считать, что шансы на то, что после следующего пика от меня будет хоть какой-то толк, очень малы, и поэтому он собирается рисковать кораблем и командой при очень и очень плохих условиях. Окончив, я так и не понял, убедил я его или нет. Он не стал отвечать мне прямо, а вместо этого сказал. Бартлетт, вчера вечером за закрытой дверью вашей каюты в течение 45 минут находились двое членов экипажа. А, что, ну да, сэр. Вы беседовали с ними на эту тему. Мне очень хотелось соврать. Ну, ну, да, сэр. После этого вы нашли на корабле еще одного члена команды и пробыли у него допоздна, или лучше сказать, до раннего утра. Вы беседовали с ним на ту же тему. Да, сэр. Очень хорошо, в таком случае я должен задержать вас по двум обвинениям. Подозрение в намерении поднять мятеж на борту и подозрение в побуждении к мятежу на борту. Вы арестованы. Отправляйтесь в свою каюту и не покидайте ее. Никаких посетителей. Я сглотнул, и тут мне на помощь пришло то, что я как-то слышал о дяде Стива. Он ведь был матерым специалистом по космическому праву и очень любил обсуждать эту тему. Есть, сэр. Однако я настаиваю на возможности встречи с выбранным мною поверенным, а также на открытом слушании дела. Капитан безразлично кивнул, словно я сказал ему, что идет дождь. Конечно, все ваши законные требования будут удовлетворены, но с этим придется подождать, мы сейчас готовимся к старту, поэтому считайте себя арестованным и отправляйтесь в свою каюту. И вот я сижу в своей каюте. Мне надо сказать дяде, что ему нельзя ко мне приходить, а потом передать то же самое чету. в голове не умещается. Как со мною могло произойти подобное? Глава шестнадцатая. Просто математическая абстракция. Это утро казалось очень долгим, словно тянулось оно сотни лет. Вики связалась со мною в обычное время, но я сказал ей, что вахтенное расписание изменилось, и я позвоню потом. «Что-нибудь не так?» спросила она. «Нет, лапа, просто у нас тут небольшая перетряска». «Ладно, только голос у тебя опять какой-то неспокойный». Я не сказал ей, в какую историю влип, не стал даже рассказывать про наши вчерашние беды. Будет сколько угодно времени потом, когда все немного уляжется, если только она сама не узнает раньше из официальных сообщений. А пока какой смысл расстраивать девочку неприятностями, которым она все равно помочь не может». Минут через двадцать явился мистер Истман. Он постучал, я открыл ему дверь и сказал, «Извините, но я не имею права никого принимать». Но он не ушел. «Я не гость. Том, я здесь в официальном качестве по поручению капитана. А, ну если...» Я впустил его. У него с собой был чемоданчик с инструментами. Поставив чемоданчик на стол, он сказал, «У нас сейчас так мало людей, что решили объединить отделы обычной и специальной связи, так что теперь, похоже, я твой начальник. Все это, конечно, не имеет никакого значения, но мне надо сейчас подсоединить твой диктофон так, чтобы ты мог отсюда писать прямо в центр связи». «А валяй, а зачем?» На его лице появилось что-то вроде смущения. «Ну, понимаешь, ты ведь должен был заступить на вахту полчаса тому назад. Мы хотим устроить так, чтобы ты со всеми удобствами стоял своей вахты здесь. Капитан сердится, что я сам не догадался так сделать». Он принялся снимать панель диктофона. Я лишился дары речи, а затем вспомнил кое-что, рассказанное мне дядей Стивом. «Подожди-ка секунду». «А?» «Ты продолжай, продолжай соединяй это хозяйство как хочешь. Только никаких вахт я стоять не буду». Он распрямился, на его лице появилась крайняя озабоченность. «Не надо, Том, ты же так попал в веселую историю, зачем еще усугублять? Давай так, ты этого не говорил, я не слышал, окей?» «Мистер Истман, парень вполне приличный. Он единственный из радистов, ни разу не употреблял слово «псих». Наверное, он и вправду беспокоился обо мне, но я сказал». «Куда уж там усугублять? Скажи капитану, что он может эти свои вахты». Я замолк. Дядя Стив такого бы не сказал. «Прости. Вообще, скажи ему так, связист Бартлетт просит передать, что при всем его уважении капитану, он, глубокому сожалению, не может исполнять свои служебные обязанности, находясь под арестом. Понял?» «Послушай, Том, это же не по делу. Разумеется, что с точки зрения служебных инструкций, в том, что ты тут наговорил, есть какой-то смысл. Но у нас же не хватает рук, все должны хвататься за дело и помогать. Нельзя вот так уцепиться за букву закона и стоять в стороне. Это же нечестно по отношению к остальным». «Нельзя?» Я тяжело дышал, возбужденный появившейся у меня возможностью дать сдачи. «А капитану можно?» «Это ему нельзя и на елку влезть, и не оцарапаться. Арестованный не стоит вахты. Так было и будет всегда. И передай ему все, что я сказал». Истман, не говоря ни слова, ловко закончил свою работу. «Так ты совершенно уверен, что хочешь, чтобы я ему все это передал?» «Совершенно. Как хочешь. Я тут...» Добавил он, указав на диктофон. «Все присоединил, так что если вдруг передумаешь, можешь связаться со мной через эту штуку. Ну, пока...» «Да, и еще...» «А?» «Может, капитан не подумал о таких мелочах? У него же и ванны, и все такое в каюте, а я сижу уже здесь несколько часов». «Кто проводит меня по коридору и когда?» «Даже заключенный имеет право, чтобы его время от времени выводили в туалет». «А, ну, наверное, тут и я могу. Пошли!» Это была кульминационная точка памятного утра. Я так и ждал, что через пять минут после ухода Истмана ко мне ворвется, дыша огнем и плюясь раскаленными углями, капитан Уркхарт. И уже отрепетировал про запас пару речей, тщательно составленных таким образом, чтобы не приходить к рамке закона. Было ясно, что он загнан в угол. Но все было тихо. Капитан не явился и вообще никто ко мне не явился. Приближалось уже к полудню. Команды приготовиться к старту все не было и не было. За пять минут я лег на койку и начал ждать. Это были очень длинные пять минут. Примерно в четверть первого я решил, что хватит ждать и слез койки. Про ланч тоже ни слуху, ни духу. В половине первого я услышал гонг, но про меня словно забыли. В конце концов, я решил, что ладно, разок не поем и только потом начну возмущаться. Не хотелось предоставлять возможность перевести разговор на то, что я самовольно покинул каюту. Подумал было связаться с дядей Альфом и пожаловаться на неполадки с харчами, но потом решил, что чем дольше я прожду, тем больше будет вина капитана. Примерно час спустя после того, как остальные покончили с ланчем, появился мистер Кришнамурти с подносом в руках. То обстоятельство, что еду принес он сам, а не кто-нибудь с кухней, показало мне, что я очень важный заключенный, тем более, что Крис очень старался не говорить со мною и даже вроде подходить близко боялся. Он просто подсунул поднос в каюту и сказал, «Когда закончишь, выставишь это в коридор». «Спасибо, Крис». Но в еде была спрятана записка. «Молодчина, только не сдавайся, и мы подрежем ему крылышки. Все ребята за тебя». Подписи не было, о почерке я не узнал. Во всяком случае, писал не Кришнамурти. Я помнил его почерк с того времени, как занимался диверсионной деятельностью на их плантации. И не Треворс, и уж во всяком случае не Гарри. В конце концов, мне надоело угадывать, кто писал эту записку. Тогда я порвал ее и разжевал, словно какой-нибудь граф Монте-Кристо или железная маска. На романтического героя я все-таки не тяну. Поглотить ее я не мог, просто разжевал и выплюнул. Но уж уничтожил записку я точно. Мне же не только самому не хотелось знать, кто ее писал, но и не хотелось, чтобы это узнал кто-либо другой. И знаете почему? Записка не ободрила меня, скорее, обеспокоила. О, конечно же, в первый момент она меня взбодрила, я прямо вырос в собственных глазах, такой защитник угнетенных. А потом я понял, что значит такая записка. Бунт на борту. В космосе это самое страшное слово. Лучше уж любая другая беда. Одним из первых заветов дяди Стива, которые он передавал нам с Пэтом давным-давно, когда мы были еще пацанами, было. Комитан прав даже тогда, когда он не прав. Только потом, через много лет, я понял его слова. Чтобы осознать эту истину, надо пожить на корабле. Да и то я не прочувствовал ее справедливость до конца, пока не прочитал эту подбадривающую записку и не осознал, что какие-то люди вправду собираются сбросить власть капитана. И я их знамя. Корабль это не просто маленький мир. Он больше схоз с живым человеческим организмом. На нем не может быть и речи о демократии, во всяком случае о демократическом консенсусе, каким бы капитан ни был вежливым и демократичным. Если попадешь в переделку, не устраиваешь всеобщее голосование, чтобы ноги, руки, желудок и глотка решили, чего же хочет большинство. Ничего подобного ты не делаешь. Мозг принимает решение, а все прочее его выполняет. Вот так же обстоит и всегда должно обстоять дело на корабле, летящем в космосе. А дядя Стив имел в виду, что капитану лучше бы быть правым, а остальным лучше всего молиться, чтобы он оказался прав. Если он ошибется, то обстоятельство, что я же был прав, не спасет корабль. Но все же корабль не совсем единый организм. Он состоит из отдельных людей, работающих вместе, работающих самоотречением, которое не каждому легко дается. Мне, во всяком случае, оно давалось нелегко. И единственное, что удерживает этих людей вместе, нечто туманное, называемое моралью корабля. Вещь, утрата которой ощущается сразу, хотя ее почти не видно, пока она есть. Только теперь я понял, что на ЛК утрата морали началась уже давно. Сначала умер доктор ДВР, затем мамочка Утул. Это были очень тяжелые удары. А теперь мы лишились капитана и большей части экипажа. В результате ЛК рассыпался на куски. Возможно, новый капитан и не особенно блистал, но он, во всяком случае, пытался остановить этот распад. До меня стало понемногу доходить, что корабли исчезают не только из-за поломок техники или нападений злых туземцев. Возможно, самое плохое это когда какой-нибудь слишком умный молодой идиот вобьет себе в голову, что он умнее капитана и сумеет вбить то же самое в головы достаточного количества других идиотов. Интересно, какая часть из восьми кораблей, утративших контакт, погибла в попытке доказать, что их капитан ошибается, а какой-нибудь тип вроде меня прав? Быть правым далеко недостаточно. Тут я так расстроился, что был уже готов пойти к капитану и сказать ему, что я ошибался и спросить, чем могу быть полезен. Но потом я сообразил, что не могу сделать даже этого. Он велел мне не выходить из каюты безо всяких если и может быть. Если уж поддерживать капитана и с уважением относиться к его авторитету, то мне оставалось одно — делать как велено и сидеть не высовываясь. Обед опять принес Крис, на этот раз почти вовремя. Поздно вечером динамики проорали обычное предупреждение. Я лег, и ЛК стартовал с Элизи. Но мы не встали на курс, а легли на орбиту, так как наступила невесомость. Спал я плохо, со мной в невесомости всегда так. Проснулся я от того, что корабль пошел с ускорением небольшим порядка половины джи. Крис принес мне завтрак, но я не стал его спрашивать, что происходит, а сам он не рассказывал. Немного позже из динамика прозвучало. «Связи с Бартлетт, явитесь к капитану». Только после повторения я понял, что это касается меня. Тогда я вскочил, за пару секунд выскреп лицо, окинул глазом форму, решил, что сойдет и поспешил к капитану. Капитан поднял на меня глаза, и я доложил по всей форме. «А, Бартлетт, по результатам расследования я пришел к выводу, что нет причин настаивать на выдвинутых обвинениях. Вы освобождены из-под ареста и можете вернуться к исполнению своих обязанностей. Зайдите к мистеру Истману». Он вернулся к своей работе, словно забыл про меня, и мне стало очень обидно. Я разрывался между святым чувством преданности кораблю, а значит, и его капитану, и не менее сильным желанием пнуть Уркхарта ногой в живот. Скажел мне тогда хоть одно хорошее слово, и думаю, я был бы на его стороне, со всеми своими потрохами. А так мне стало очень обидно. Капитан, он снова поднял глаза. «Да? Мне кажется, вы могли бы передо мной извиниться». «Вам кажется? А мне вот не кажется». Я поступил так в интересах всего корабля. Однако, если уж вас это интересует, у меня нет к вам никаких претензий. И я не таю на вас зла. Он снова занялся своими бумагами, словно мои претензии обиды. Есть они у меня или нет их, не имеют ни малейшего значения. Так что я встал и пошел к Истману. Похоже, больше делать было нечего. В центре связи сидела Мейлин, она была занята передачей какого-то шифрованного текста. Мейлин мельком глянула на меня, и я заметил, как устала она выглядит. Мистер Истман сказал, «Привет, Том, хорошо, что ты пришел, тебя очень не хватает. Ты можешь попробовать вызвать сейчас свою напарницу?» Составление вахтенного расписания одним из телепатов хорошо тем, что он понимает, напарники на земле не бесплотные духи. Другие, похоже, не осознают, что этим напарникам надо есть, пить, спать, работать, заниматься семейными делами. Они не могут все время вот так сидеть и ждать, вдруг кому-то вздумается послать сообщение. «А это крайняя необходимость?» спросил я, глянув сперва на Гринвичское, а затем на корабельные часы. До связи с Викой оставалось по расписанию еще около получаса. Может, она дома и свободна, но может и нет. Ну, пожалуй, не крайняя необходимость, но срочно, это уж точно. Тогда я вызвал Вики, и она сказала мне, что ничего страшного. «Шифрогруппа Конопаты», сказал я ей, «так что будь готова все повторять». У меня даже диктофон дрожит от ужаса, дядя Том. Три битых часа мы гоняли туда и сюда эти шифрогруппы. Трудно придумать что-либо зануднее. Я решил, что это сообщение капитана Урхарта о том, что произошло с нами на Элизии, или еще вероятнее второе сообщение на эту тему с дополнительными подробностями, которые потребовались ФДП». Скрывать этот текст от меня смысла не было, я и сам все видел, так что шифровался он, видимо, для того, чтобы наши напарники не узнали всего этого, прежде чем ФДП не решит сделать происшествие всеобщим достоянием. Меня такое положение вполне устраивало. Не очень-то хотелось пересказывать маленькой Вике весь этот ужас и кровь. Итак, мы работали, а тем временем зашел капитан и сел рядом с мистером Истманом. Краем глаза я заметил, что они готовят очередную шифровку. Капитан диктовал, а Истман работал на шифровальной машине. Мэйлин давно уже ушла, в конце концов Вике произнесла совсем уже усталым голосом. «Дядя Том, а все эти головоломки, это очень срочно. А то уже полчаса, как мама звала, обедать». «А, подожди-ка секунду, я сейчас узнаю». Я повернулся к капитану и мистеру Истману в неуверенности, кого лучше спросить. Поймав взгляд Истмана, я сказал, «А, мистер Истман, насколько это срочно, мы бы хотели...» «Не мешайте нам», вклинился Уркхарт. «Не задавайте лишних вопросов, продолжайте передачу. Насколько это срочно, не ваше дело». «Капитан, вы меня не поняли, я говорю не за себя. Я хотел сказать, не отвлекайтесь от работы». Я сказал Вике, «Подожди еще секунду, красавица». А затем открылся на стуле и произнес. «Есть, капитан. Я в полной готовности хоть всю ночь диктовать эти таблицы для проверки зрения. Только вот на другом конце провода никого нету». «Что вы хотите сказать?» «Я хочу сказать, что моему напарнику уже давным-давно пора обедать. Если вы хотите, чтобы на том конце работали сверхурочно, согласуйте это с Центром связи ФДП. У меня создается впечатление, что кто-то абсолютно изменил вахтенное расписание». «Понятно». На его лице, как обычно, ничего не отразилось. Я уже начинал подозревать, что он робот с проводами вместо вен. «Хорошо. Мистер Эйсман, вызовите мистера Макнейла. Пусть он подменит мистера Бартлета». «Есть, капитан». «Извините меня, пожалуйста, капитан». «Да, Бартлет. Вам, возможно, неизвестно, что напарница дяди живет в минус втором от Гринвича часовом поясе. Там сейчас середина ночи, а она старушка за 75. Я подумал, что, возможно, вы хотели бы это знать». «Ммм, это верно, Эйстман?» «Думаю, что да, сэр». «Я отменяю предыдущее приказание Бартлетт. Согласен ли ваш напарник продолжить работу после часового перерыва? Без согласования с ФДП?» «Сейчас узнаю, сэр». Я передал вопрос с Вики, она явно была в нерешительности. Тогда я сказал. «В чем дело, Конопатая? Свидание с Джорджем. Ты только скажи, и я объясню капитану, что сегодня ничего не получится». «Ой, да ладно, ерунда это, обойдусь я без Джорджа. Хочется только, чтобы было что-нибудь другое, а не это каши из цифр. Ну, хорошо, через час». «Через час, красавица. Беги, ешь свой салат и следи за Талией». «Спасибочки, а Талия у меня в полном порядке». «Капитан, напарник согласен». «Хорошо, поблагодарите его от меня». Он говорил настолько безразлично, что я не смог удержаться от небольшого укола. «А, мой напарник, капитан, девушка, а не он. И ее мать установила комендантский час. У нас будет только два часа. Все, что дальше, только через ФДП». «Понятно, хорошо». Он повернулся к Истману. «Мы что, не можем толком составить это расписание вахт?» «Я стараюсь, капитан, но я вот там новичок, да к тому же у нас осталось всего трое связистов». «Одна вахта из трех, тут не должно быть особых трудностей. И все равно каждый раз появляется какая-то причина, по которой мы не можем передавать. Вы можете мне это объяснить?» «Сэр, вы же прямо сейчас видели, как возникают эти трудности. Тут все дело в согласовании с землей. Я так понимаю, специальные связисты сами обычно организовывали расписание. Или один из них. Кто? Мистер Макнейл? Насколько я помню, обычно это делал Бартлетт». «Понятно. Бартлетт?» «Этим занимался я, сэр». «Прекрасно. Эта работа снова возлагается на вас. Организуйте непрерывное дежурство». Он начал вставать. «Так, каким же образом объясняют капитану, что он не получит ведро краски?» «Есть, сэр. Только простите, пожалуйста, капитан». «Что еще?» «А если я вас правильно понял, вы поручаете мне организовать через ФДП непрерывное дежурство. Я могу воспользоваться вашей подписью». «Естественно». «Хорошо. Только что мне делать, если они не согласятся на такие долгие вахты для старой леди? Просить увеличить продолжительность вахт двоих остальных? Но в случае моего напарника возникает проблема с родителями. Она еще очень молодая девушка». «Понятно». «Не понимаю, почему они берут на работу таких людей?» Я не отвечал. «Если уж он сам не соображает, что подыскать телепата — это совсем не то, что подыскать плотника, я ему объяснять не собираюсь». Однако он настаивал. «Вы можете что-нибудь сказать?» «А по этому поводу мне сказать нечего, сэр. Только никто из этих троих не может работать больше трех-четырех часов в день. За исключением чрезвычайных обстоятельств. Если сейчас именно такой случай, я могу организовать все сам, не беспокоя понапрасну центральную контору». Отвечать прямо Уркхарт не стал. Вместо этого он сказал. «Организуйте лучшее возможное расписание. Посоветуйтесь с мистером Истманом». Капитан Уркхарт повернулся к выходу. «В этот момент я заметил, какая невыразимая усталость написано на его лице, и мне вдруг стало его жалко. Во всяком случае, не хотел бы я поменяться с ним местами». Вики снова вышла на связь в середине ночи, хотя Кэтлина была недовольна. Кэтлин хотела поработать сама, но, по правде говоря, мы с ней, без участия Вики, переговаривались уже с трудом. Во всяком случае, при таком трудном тексте, как шифрогруппы. Капитан не вышел завтракать, а я опоздал. Оглядевшись, я сел рядом Жанет Мэйерс. Теперь мы не сидели по отделам, у нас был один большой подковообразный стол. На остальном пространстве большой столовой было организовано нечто вроде гостиной, чтобы не выглядело так пусто. Только я запустил зубы в бутерброд, как мистер Истман встал и постучал по стакану, привлекая внимание. Выглядел он, словно не спал много дней. «Тише, пожалуйста, мне поручено зачитать вам заявление капитана». Он вынул лист бумаги и начал. «К сведению всех членов команды, согласно указанию Фонда далеких перспектив, задание нашего корабля изменяется. Мы остаемся в окрестностях Бета-Кита, ожидая рандеву с принадлежащим Фонду кораблем неожиданная находка. Рандеву намечено приблизительно через месяц. Сразу после встречи мы прокладываем курс к земле. Подписано Фэкэ Уркхарт, командир корабля Льюис и Кларк. Я был поражен. Ну и тихоня. И все это время, пока я ругал его про себя, он уговаривал начальство вернуть нас на землю. Понятно, почему он пользовался шифром. Ты только попробуй заявить открытым текстом, что у тебя на корабле бардак, увидишь, что тебе скажет команда. Такого, если есть хоть малейшая возможность, не сделает никто. Я даже простил ему недоверие к нам, психам, что мы сохраним в тайне его переговоры. При таких обстоятельствах я сам себе не доверял бы. У Жанет сияли глаза, они сияли, как у влюбленной девушки или у математика, только что придумавшего новое преобразование. «Значит, они все-таки сумели», произнесла она приглушенным голосом. «А что сумели?» спросил я. Она явно принимала все это близко к сердцу, и я и не догадывался, что ей так хочется домой. «Томми, неужели ты не понимаешь? Они сумели, сумели использовать на практике безотносительность. Доктор Бэбкок не ошибся». «А в чем?» «Неужели непонятно? Ведь тут все на поверхности. Какой корабль может попасть сюда за месяц?» «Ну, конечно же, только безотносительный корабль». Тут она нахмурилась. «Не понимаю только, зачем им даже этот месяц? Это не должно занимать вообще никакого времени. Время тут вообще ни при чем». «Ой-ой-ой-ой-ой, ты не спеши, Жанет», сказал я. «Сегодня я что-то, что-то совсем глупый. Почему ты говоришь, что этот корабль, как его там неожиданная находка, быстрее света? Это же невозможно». «Томми, ты, Томми, ты подумай. Будь это обычный корабль, когда ему надо было стартовать с земли, чтобы встретиться с нами здесь? Больше 63 лет тому назад». «Ну, может быть, он так и сделал?» «Томми, да они никак не могли. Тогда ведь никто не знал, что сейчас мы будем здесь. Откуда можно было это знать?» Я поразмыслил. «63 гринвических года тому назад. Это где-то в районе первого нашего пика. Похоже, что Жанет права. Надо было быть либо невероятным оптимистом, либо ясновидящим, чтобы послать в то же время корабль Земли для встречи с нами здесь и сейчас». «Ой, что-то не понимаю я этого». «Ну как же ты не понимаешь? Я же все тебе объяснила. Безотносительность. Ведь это как раз из-за вас, телепатов, и начались все эти исследования. Это вы доказали, что одновременность вполне допустимое понятие. А неизбежным логическим следствием этого было то, что пространство и время не существуют». У меня что-то заныло в голове. «А не существуют? А тогда... Что же это такое? То, в чем мы сейчас и, как нам кажется, завтракаем?» «Всего лишь некая математическая абстракция, ничуть не больше». Она улыбнулась. На лице ее появилась материнская нежность. «Беденький, сентиментальный Томми, ты слишком тревожишься по пустякам». Жанет, наверное, была права, так как 29 гринвичских суток спустя у нас состоялось рандеву с кораблем ФДП «Неожиданная находка». Время это мы потратили, ковыляя с ускорением в половину G в точке, расположенной в 5 миллиардах миль к галактическому северу от Беты-Кита. Оказалось, что эта штука не любит слишком приближаться к большим звездам. С другой стороны, и то сказать, с расстояния в 63 световых года 5 миллиардов миль это совсем немного. Все это время мы работали, не покладая рук, приводя в порядок наши образцы и сопоставляя данные исследований. К тому же капитан Урхард вдруг обнаружил, что на корабле есть уйма всякого хозяйства, которое давно уже нуждается в чистке и надраивании. Он даже почтил своим визитам кубрики, что, по моему мнению, является самым настоящим сованием носа куда не надо. На находке был свой телепат, что сильно облегчило организацию встречи. Сперва они оказались примерно в двух световых часах от нас. Затем их телепаты я через землю обменялись своими координатами относительно бета-кита и быстренько обнаружили друг друга. Будь у нас только радары и радио, мы прокопались бы добрую неделю, если бы только вообще сумели вступить в контакт. Когда мы нашли друг друга, находка оказалась на удивление шустрым кораблем. Мы только глаза выпучили. Я только еще докладывал капитану ее координаты, а она уже была здесь, прямо ввиду радара близкого действия. Еще часом позднее она уже пришвартовывалась к нам и наши шлюзы были соединены. К тому же это был до странности маленький корабль. Когда я впервые увидел Элка, он показался мне необъятным. Затем, привыкнув, я воспринимал его размеры как вполне нормальные. Иногда он казался даже тесноватым. Но эта находка не тянула даже на пристойный челнок с линии Земля-Луна. Первым к нам явился мистер Уиппл. Это была совершенно несуразная фигура. У него был с собой даже портфель. Непонятно было, откуда такой взялся в космосе. Однако он сразу взял бразды правления в свои руки. С ним были еще двое, и они сразу принялись за работу в маленьком отсеке грузовой палубы. Ребятам этим было в точности известно, какой отсек им нужен, и нам пришлось спешно выгрузить оттуда картошку. Они провозились там полдня, устанавливая нечто под названием генератор-нульполя. Работали они в странной одежде, сотканной целиком из паутина тонкой проволоки и делавшие их похожими на мумии. Мистер Уиппл стоял все это время около дверей, наблюдая за их действиями и посасывая сигару, первую, которую я увидел за три года. Меня даже затошнило от ее дыма. Релятивисты крутились поблизости, обмениваясь возбужденными замечаниями. Здесь же находились и двигательщики, однако вид у них был потрясенный и несколько недоверчивый. Я слышал, как мистер Регато сказал. Может, оно, конечно, и так, но факел-то надежнее. Факел-то тебя не подведет. Уркрат взирал на происходящее, являя собой фигуру капитана каменное лицо. В конце концов, мистер Уиппл потушил свою сигару и сказал. Ну что же, вот и все, капитан. Томпсон останется здесь и доведет вас до места. Берконсон вернется на находку. Боюсь, вам придется примириться и с моим присутствием. Я должен вернуться на вашем корабле. Лицо капитана Уркарта стало пепельно серым. Если я правильно понимаю вас, сэр, вы отстраняете меня от командования кораблем. Что? Ой, да не дай бог, капитан. С чего это вы так решили? У меня сложилось впечатление, что вы по поручению центра взяли на себя командование моим кораблем. А теперь вы еще говорите, что этот человек, как его Томпсон, что он доведет нас до места. А, вы меня совсем неверно поняли, это моя вина. Вы ж меня простите, я засиделся в канцелярии и совсем не привык к разъездной работе. Вы воспринимаете Томпсона как, ну, своего штурмана. Вот-вот, он будет вашим лоцманом. Но вас никто не снимает, вы остаетесь капитаном этого корабля, пока не вернетесь на землю и не сдадите его. Тогда, конечно, он пойдет на слом. Вы сказали на слом, мистер Уиппл. Раздался высокий, непохожий на себя голос мистера Регато. Я почувствовал, что в моем животе что-то сжалось. Эл-кай, на слом, нет, никогда. Что? Да нет, нет, ничего еще не решено, я как всегда тороплюсь. Может быть, его сохранят в качестве музея. А что, это хорошая мысль. Он вытащил записную книжку и записал в нее эту хорошую мысль. Спрятав записную книжку, мистер Уиппл сказал, «А теперь, если вы капитан, позволите, я хотел бы обратиться к вашим людям, а то времени совсем мало». Капитан Уркхарт молча провел его в столовую. Когда все собрались, мистер Уиппл широко улыбнулся и произнес, «Я не очень-то силен в произнесении речей. Я просто хочу выразить вам благодарность от имени фонда и заодно объяснить, чем мы тут занимаемся. Я не ученый, я всего лишь администратор, участвующий сейчас в сворачивании проекта Лебенсраум, на который вы работаете, так что я не буду особенно вдаваться в подробности. Спасательные операции вроде этой совершенно необходимы, однако фонд очень озабочен тем, чтобы высвободить неожиданную находку и другие корабли той же серии безотносительной бесконечности нуль для выполнения основной их работы и исследования звезд в окрестностях Солнца». Кто-то выпалил с удивлением. «Да, ведь как раз этим мы и занимаемся». «Да, конечно, но времена меняются. Нуль полевой корабль может за год облететь больше звезд, чем факельный за столетие. Вам, наверное, будет приятно узнать, что один только нуль за последний месяц обнаружил семь планет земного типа». Не сказал бы, что мне было особенно приятно это узнать. Дядюшка Альфред Макнейл, наклонившись вперед тихим, печальным голосом, хорошо выражавшим наше настроение, сказал, «Минуточку, сэр, вы хотите сказать, что все, что мы сделали, было не нужно?» Мистер Уиппл был, похоже, крайне удивлен. «Нет, нет, еще раз нет. Мне очень жаль, если мои слова создали у вас такое впечатление. То, что сделали вы, было совершенно необходимо. Без вас сейчас не было бы этих нуль кораблей. Да это то же самое, как сказать, что совершенное Колумбом было не нужно, ведь теперь мы перепрыгиваем океаны, словно какие-нибудь лужицы?» «Благодарю вас, сэр», тихо сказал дядя Альф. «Возможно, никто еще не сказал вам. Насколько необходим, я бы сказал, незаменим был проект Лебенсраум. Вполне возможно, это, конечно, моя вина, но в последнее время у нас в фонде столько суматохи. Мне некогда даже поспать, так что я все время забываю, что уже сделано, что сделать еще надо. Вы, конечно, и сами понимаете, что без телепатов, которые находятся среди вас, весь этот прогресс был бы просто невозможен». Уппел обвел нас взглядом. «Кто они? Я хочу пожать им руки. Во всяком случае, не забывайте, я не ученый, я юрист. Во всяком случае, если бы не удалось превыше любых сомнений доказать, что телепатия абсолютно мгновенна, доказать в эксперименте, проведенном на расстоянии в десятки световых лет, вполне возможно. Наши ученые все еще искали бы ошибки в шестом знаке после запятой, пытаясь спасти мнение, что телепатические сигналы распространяются не мгновенно, а с конечной скоростью, хотя и столь большой, что измерить ее не удается из-за неточности приборов. Во всяком случае, я именно так понимаю ситуацию, так не объяснили. Так что, как вы видите, ваш тяжкий труд привел к великолепным результатам. Результатам, гораздо более важным, чем ожидалось. Хотя и не тем, какие вы искали. А я думал, что скажи они нам это ну хоть немного раньше. Дядя Стив был бы жив. Правда, он не хотел умирать в постели. Но эти великолепные плоды ваших героических усилий, продолжал разгогольствовать выпал, созрели не сразу. Как это часто бывает в науке, новой идее нужно длительное время для незаметного постороннему взгляду вызревания среди специалистов, после чего ее потрясающие результаты неожиданно врываются в ничего не подозревающий мир. Вот, например, я сам. Если бы шесть месяцев тому назад кто-нибудь сказал мне, что сегодня я буду здесь, между чужими звездами, читать популярную лекцию по современной физике, я бы не поверил. Я и сейчас не совсем уверен, что я в это верю. И все-таки я здесь. Кроме всего прочего, я здесь за тем, чтобы помочь вам прийти в себя, когда мы вернемся домой. Он еще раз широко улыбнулся и поклонился своей аудитории. «Да, мистер Уиппл», спросил Чет Треворс. «А когда все-таки мы вернемся домой?» «Как? Разве я вам этого не сказал?» «Да совсем скоро. Ну, скажем, вскоре после обеда». Глава 17. Финальная. Время и перемены. Теперь, пожалуй, в самый раз закончить эту штуку и похоронить по первому разряду. У меня, наверное, больше никогда не будет времени заниматься литературными упражнениями. Нас неделю продержали в Рио на карантине. Если бы не этот человек из фонда, который был с нами, они, пожалуй, так бы продолжали нас держать, однако обращались с нами вполне уважительно, этого у них не отнимешь. Сам император Бразилии Дон Педро III от имени Объединенной системы нацепил каждому из нас медаль Ричардсона. Это действие сопровождалось речью, из которой было понятно, что хотя он не совсем понимает, кто мы, собственно, такие, и где мы, собственно, были все это время, но, тем не менее, он высоко оценивает наши труды. Но мы привлекли значительно меньше внимания, чем я ожидал. Нет, я совсем не хочу сказать, что журналисты нас игнорировали, они снимали нас, они взяли у каждого из нас интервью, однако единственная статья, какую я прочитал, носила название. Третья тачка Рипов Ван Винклей. Репортер или кто там это писал, очень веселился, а я бы со всей охотой запихнул статью ему в глотку. Получалось, что и одеты мы забавно, и речь у нас забавная, и все мы такие трогательно-старомодные, и такие, знаете ли, чуть лопушистые. Фотографию, иллюстрировавшую статью, сопровождала подпись. Шапки долой пижоны, дедушка вернулся. Другие статьи мне читать не хотелось. Дядю Альф это не трогало. Не думаю, что он вообще-то что-нибудь такое заметил, он просто рвался увидеть Селестину. Надеюсь, шутливо, но и наполовину серьезно, сказал он мне, что девочка умеет готовить, как умела ее мама. «Вы будете жить вместе с ней?» спросил я. «Ну, конечно, мы же всегда жили вместе». Это было так естественно, что я не знал, что им возразить. Потом мы обменялись адресами, и это тоже было естественно, но в то же время и странно. У нас всех давно не было другого адреса, кроме ЛК, но я обменялся адресами со всеми и взял себе на заметку найти близнеца Дасти, если только он еще жив, и сказать ему, что он может гордиться своим братом». Возможно, в фонде знают, где он живет. Когда нас, наконец, отпустили на волю и появилась Селестина Джонсон, я ее не узнал. Я просто увидел, что какая-то высокая, красивая пожилая женщина бросилась вперед и обняла дядю Альфа, почти оторвав его от земли. У меня на мгновение даже мелькнула дурная мысль, что надо его спасать. Но тут она обернулась, поймала мой взгляд и улыбнулась, и тогда я заорал «Лапочка!» Она улыбнулась еще шире, и я почувствовал, как на меня накатывает волна любви и доброты. «Привет, Томми! Как же хорошо, что ты здесь!» Чуть позже я обещал заехать к ним, как только появится возможность, и распрощался. Сейчас я им был не нужен. Меня самого никто не встречал. Пэт был слишком стар и никуда не ездил, а Вики слишком молода, ей еще не позволили ездить одной. Что касается Молли и Кэтлин, то, как я сильно подозреваю, их мужья не видели в этом необходимости. Как-то так вышло, что оба они недолюбливали меня. Я, принимая во внимание ситуацию, не могу их в этом винить. Несмотря даже на то, что уже давно, для них многие годы, я не могу телепатически разговаривать с женщинами иначе, как с помощью Вики, но, повторяю еще раз, я их не виню. Если телепатии суждено когда-нибудь широко распространиться, такие случаи могут создать уйму семейных неурядиц. А кроме того, контакт с Вики у меня был в любой момент, когда пожелаю. Я сказал, чтобы она и не думала, мне даже и не хочется, чтобы меня встречали. Вообще говоря, почти никого из нас, кроме дяди, никто не встретил, кроме представителя ФДП. После отлучки в 71 год нас просто некому было встречать. Но жальче всех мне было капитана Уркхарта. Я обратил внимание на него, когда мы, покинув карантин, и поджидали своих гидов-переводчиков. Он стоял совершенно один. Никто не был один, все оживленно прощались, но у него не было друзей. Думаю, он не мог себе позволить дружить с кем-нибудь на борту, даже тогда, когда не был еще капитаном. И такой он был одинокий, несчастный, мрачный, что я подошел к нему и протянул руку. «Я хотел бы попрощаться с вами, капитан. Было большой честью служить под вашим командованием, честью и удовольствием». Я не кривил душою, в этот момент я и вправду так считал. Сперва его лицо выразило изумление, потом на нем появилась улыбка. Улыбка настолько непривычная, что я уже начал опасаться, не треснет ли от нее лицо. Уркхарт схватил мою руку и сказал, «И для меня, Бартлет, это было большим удовольствием. Желаю вам всяческого счастья и удачи. А чем вы планируете теперь заняться?» Он произнес это с искренним интересом, и я вдруг понял, как ему хочется поговорить, просто поболтать с кем-нибудь. «Да у меня нет пока никаких определенных планов, капитан. Сперва поеду домой, потом, наверное, пойду учиться. Я хочу поступить в колледж, но, скорее всего, сначала надо будет многое подогнать, ведь за это время столько изменилось». «Да уж, столько изменилось», очень серьезно согласился Уркхарт. «Нам всем надо будет многое подогнать». «А какие планы у вас, сэр?» «У меня нет никаких планов. Совсем не знаю, чем я могу заняться». Уркхарт сказал это очень легко, просто констатируя факт. Было видно, что он говорит правду, и меня захлестнула волна жалости, капитан факельного корабля, специальность «Узкая до крайности», и вдруг оказывается, что таких кораблей больше не будет. Это как если бы Колумб вернулся и обнаружил, что вокруг одни пароходы. Смог бы он снова выйти в море. Он не нашел бы даже мостик на пароходе, уж не говоря о том, что делать, забравшись на этот мостик. В нынешнем мире не было места для капитана Уркхарта. Он представлял собой анахронизм. Один прощальный обед, а потом «Очень вам благодарна» и «Спокойной ночи». «Наверное, я могу выйти в отставку», продолжил он, глядя куда-то в сторону. «Я тут прикину, сколько жаловни накопилось у меня за все это время. Получается просто неприлично большая сумма». «Да, наверное, очень много, сэр». Свои деньги я не считал, их получал за меня Пэт. «Да какого черта, Бартит? Я же совсем не старый, мне рано в отставку». Я посмотрел на Уркхарта. Он никогда не казался мне особенно старым, да и вправду не был таким, в отличие от капитана, капитана Свенсона. Ему было, пожалуй, около сорока, если по корабельному времени. «Слушайте, капитан, а почему бы вам не пойти учиться? Вы можете себе это позволить?» Вид его стал несчастным. «Может, так я и сделаю. Наверное, так мне и надо сделать. А то я пошлю все к чертовой матери и эмигрирую. Говорят, теперь большой выбор мест». «Вполне возможно, я тоже в конце концов так и сделаю. Здесь, если кому интересно, мое мнение стало совсем уже тесно. Я все вспоминаю Кони, и как красиво смотрелся залив Бэбкока». И действительно, я думал о Кони всю ту неделю, что мы провели на карантине. Если Рио был типичным образцом, на земле теперь, пожалуй, плюнуть некуда. Мы находились прямо в Сантусе, и нам говорили, что это Рио. Все поприежнее слилось в один огромный, на многие сотни километров город. Вернись мы к заливу Бэбкока. Были бы там с самыми старыми колонистами. «Ну да, возможно, так и сделаю. Да, вполне возможно». Но вид у него все равно оставался потерянным. Наши гидопереводчики получили указание развести нас по домам или куда уж там мы хотели направиться. Но свою я отпустил на все четыре стороны, как только получил билет домой. Она была страшно внимательна и страшно заботлива, и страшно мне надоедала. Обращалась она со мной как с чем-то средним между дедушкой, которому надо помочь перейти улицу, и маленьким мальчиком, которому надо все объяснять. Не то чтобы мне не надо было ничего объяснять, но все-таки... И когда на мне была одежда, на которую не станет пялиться каждый встречный, я захотел передвигаться самостоятельно. За неделю она натолкала в меня системного языка достаточно для того, чтобы объясниться по простейшим вопросам. Я лилел надежду, что мои ошибки будут восприниматься как особенности некоего местного диалекта. Вообще-то оказалось, что системный, если не говорить о самых его возвышенных вариантах, это все тот же П.Л., ну разве чуть-чуть пообтесаннее, с горсткой новых слов, иными словами, тот же английский, подрезанный, причесанный и расширенный для употребления в качестве международного профессионального жаргона. Так что я поблагодарил сеньори Тугерра, попрощался с ней и помахал своим билетом перед носом сонного контролера. Тот ответил мне по-португальски, я тупо посмотрел на него, тогда он сказал нечто вроде туда-вниз-направо спросишь кого-нибудь. Скоро я буду дома. И все равно как-то получилось, что все находившиеся на борту знали, что я Рип Ван Винкель, и стюардесса настояла на том, чтобы помочь мне при пересадке. Но все были очень приветливы, и никто надо мной не смеялся. Один парень все интересовался колонией, организованной на Капелле-8, и не мог понять, как это я не бывал там, если так долго пробыл в космосе. Я попытался объяснить ему, что Капелла находится прямо в противоположной части неба, и в добрых сотни световых лет от тех мест, где был я, объяснить не удалось. Теперь я начал понимать, почему в газетах не было такого уж взрыва интереса к нам. Сейчас все были увлечены планетами, пригодными для колонизации, чуть не каждый день появлялась новая. Так чего же ради так уж радоваться одной единственной, которую мы нашли шесть десятков лет тому назад, или даже той, которую мы нашли несколько месяцев тому назад, и которая не шла ни в какое сравнение с теми, которые находили теперь буквально пачками. А что касается полетов к звездам, в каждом выпуске новостей сообщения о новых стартах. Все, что мы сделали, короткий абзац в истории и небольшая сноска на одной из страниц учебника физики. В новостях для нас места нету. Подумав, я решил, что даже сноска — это очень и очень прилично, а потом мне как-то надоело думать о прошлом. Вместо этого я начал размышлять о переобучении, которое мне предстояло, и которое, когда меня понемногу доходило, будет очень и очень серьезным. В мире произошло значительно больше перемен, чем я мог ожидать. Вот взять, например, стиль женской одежды. Я, поверьте, совсем не пуританин, но в мое время так не одевались, если это можно назвать одеванием. Девушки при всем честном народе рассказывали без ничего на голове, хотя бы на макушке. Голые головы, словно у животных. Слава богу, отец не дожил. Он-то никогда не позволял нашим сестрицам и за стол садиться без шляпы. Даже дома. Даже если за столом не было неженатых мужчин, кроме нас, с Пэтом. Или вот погода. Знал я, конечно, что ФДП работает над этой проблемой, но мне никогда и в голову не приходило, что у них может что-нибудь получиться. Неужели никому не кажется скучноватым, что дождь бывает только ночью? Или еще грузовики? Ясно, что от грузовика требуется только одно, чтобы он перетаскивал грузы из одного места в другое. Но все равно без колес они кажутся какими-то не очень-то надежными. Интересно, сколько времени потребуется, чтобы последнее колесо исчезло с лица земли? Только я пришел к разумному выводу, что как не крутись, а придется привыкать ко всему этому, и тут проходившая мимо меня стюардесса положила мне что-то на колени. Когда я взял это что-то в руки, оно заговорило. Это был просто сувенир на память о поездке. Городской дом Пэта, раз в восемь больше той квартиры, где мы жили когда-то в Семером, и я решил, что хоть какая-то часть денег у него, видно, сохранилась. Робот дворецкий принял у меня шляпу и ботинки, а потом проводил к хозяину. Вставать Пэт не стал. Не уверен, что он мог встать. Разумеется, я знал, что он стар, но все равно не ожидал увидеть такого старика. Было ему, дайте-ка прикинуть, 89. Да, это точно. Скоро будет наш 90-й год рождения. Привет, Пэт. Я пытался вести себя непринужденно. Привет, Том. Он тронул подлокотник своего кресла, и то покатилась мне навстречу. Не двигайся, просто немного. Так, так, и дай-ка мне хорошенько тебя осмотреть. Он осмотрел меня с головы до ног, потом произнес несколько удивленно. Разумом я, конечно, понимал, что ты почти не изменишься за все эти годы, но увидеть это собственными глазами, осознать это совсем другое дело, согласен. Портрет Дориана Грея. Голос у него тоже был старый. А где семейство? Спросил я, начиная ощущать неловкость. Я велел девице малость подождать. Хотелось сперва увидеться со своим братом один на один. А если ты уж так мечтаешь увидеть Грегори и Ганса за обедом, у тебя будет эта блестящая возможность. А пока ну их в болото. Поболтай-ка лучше немного со мною. Это же как много прошло времени. В его глазах стояли слезы, стариковские слезы, которые так легко появляются. И я от смущения не знал, куда деваться. Я понимаю, что много. Вцепившись в подлоконник, он сильно наклонился. Скажи мне только одно. Здорово было. Перед моими глазами пробежали доктор Девера, мамочка Утула. Бедняжка Пру, которая так и не успела стать взрослой. По-настоящему взрослый дядя Стив. Потом, сделав усилие, я прогнал их и сказал то, что хотел услышать Пэт. Да, это было здорово, очень здорово. Вот ты, слава богу! Вздохнул он. Сам-то я давно уже перестал жалеть. Но было бы страшно обидно, если бы все зря. Было очень здорово. Вот это я и хотел услышать. Я сейчас позову девиц. Завтра мы осмотрим наш завод, и я познакомлю тебя со всеми ключевыми людьми. Ты не подумай. Я не ожидаю, что ты сразу возьмешь все в свои руки. Если хочешь, устрой сперва хороший, долгий отпуск. Но не очень долгий том. Ведь я, наверное, очень постарел. Мне теперь трудно смотреть вперед, думать о будущем. Вот так-то до меня дошло, что у Пэты все, как обычно, спланировано. Секунду, Пэт. Показав свой завод, ты доставишь мне большое удовольствие и даже окажешь честь. Но не очень рассчитывай на меня. Сперва я пойду учиться, а потом... А потом и увидим. Что? Не устраивай глупости и не называй его мой. Это братья Бартлетт Инкорпорейтед. И с самого начала так и было. Ты отвечаешь за этот завод не меньше, чем я. Ты, Пэт, успокойся. Я же просто... Молчать! Голос у него был тонкий, визгливый, но в нем все еще слышались начальственные нотки. Я не собираюсь, молодой человек, выслушивать все это вашу чушь. До сих пор все было по-вашему. Вы совершили долгую, веселительную прогулку. Не станем вспоминать, каким образом вы этого добились. Что было, то прошло, но теперь пришло время вам немного повзрослеть и принять свою долю ответственности за семейное дело. Тяжело дыша, Пэт смолк. Затем он продолжал тихо, словно разговаривая сам с собой. У меня нет сыновей, у меня нет внуков. Все приходится тащить самому. Чтобы мой брат, мой собственный брат... Голос его совсем стих. Я подождал, взял Пэта за плечо. Плечо это было сделано, словно из спичек. Моя рука разжалась. Но я твердо решил объясниться с Пэтом раз и навсегда и сказал себе, что так будет милосерднее. Пэт, послушай меня. Пойми все правильно и не считай меня неблагодарной свинью. Просто я хочу жить, сам жить свою жизнь. Попытайся меня понять, компания братья Бартлетт может оказаться частью этой жизни, а может и не оказаться. Вполне возможно, что не окажется, и решать буду я. Никто никогда не будет мне указывать. Он отмел мои возражения как нечто, не заслуживающее внимания. Да ты сам не знаешь, чего ты говоришь, ты еще совсем мальчик. Ладно, неважно, поговорим об этом завтра, сегодня у нас день радости. Нет, Пэт, я не мальчик, я мужчина, и тебе придется привыкнуть к этому. Я могу наделать ошибок, но это будут мои собственные ошибки. Никто не будет мне указывать, что делать. Он не смотрел на меня. Я говорю серьезно, Пэт, настаивал я. Я говорю настолько серьезно, что если ты не согласишься и не смиришься с этим, я встану и уйду прямо сейчас, навсегда. Вот теперь он поднял на меня глаза. Ты не можешь так поступить со мною. Я могу. Он вгляделся в мои глаза. Да, ты можешь. Ты всегда был злым. У меня была с тобой уйма неприятностей. Я и остался злым, если ты считаешь, что это подходящее слово. Да, но ведь ты не можешь поступить так с девочками, например, с Вики. Придется, если ты меня к этому вынудишь. Секунду Пэт глядел мне в глаза, затем плечи его как-то сникли, он закрыл лицо руками. Казалось, он сейчас заплачет, и я чувствовал себя каким-то дерзким типом, измывающимся над стариком. Не зная, что делать, я похлопал его по плечу, жалею уже, что не остановился вовремя, хотел обязательно все ему высказать. Припомнил я и то, что именно он, этот хрупкий старик, рисковал здоровьем, больше того, рассудком, чтобы выйти на связь со мной во время первого пика, и припомнив, подумал, ладно, если уж Пэту так хочется, доставлю ему удовольствие. Ведь ему, в конце концов, и жить-то осталось немного. Нет, нет, неправильно это, когда один человек подчиняет своей воле другого, и неважно, пользуется он для этого своей силой или слабостью. Я это я, и я снова полечу к звездам. Неожиданно у меня исчезли все сомнения. Да, конечно, сначала колледж, но я полечу. Я благодарен этому старому человеку, я обязан ему, но это не значит, что я обязан определять свою жизнь по его желанию. Это мое и только мое. Я взял его за руку и сказал, «Прости, Пэт». Не поднимая лица, он ответил, «Ничего, Том, пусть будет по-твоему. Все равно очень хорошо, что ты вернулся, пусть даже на своих условиях». Мы еще чуть поговорили о всякой ерунде, потом робот принес мне кофе. Сам Пэт пил молоко. Еще чуть позже Пэт сказал, «А сейчас я позову девиц». Тронув ручку кресла, он произнес несколько слов. Первой вошла Молли, за ней Кэтлин. Я никогда их не видел, но узнал бы где угодно. Молли все еще была красивой, хотя ей шло уже к семидесяти. Кэтлин была лет сорок, но выглядела она младше. Нет, пожалуй, не так. Она выглядела на свой возраст и несла этот возраст с достоинством королевы. Держась за мои руки и, привстав на цыпочки, Молли поцеловала меня. «Как хорошо, что ты вернулся домой, Том». «Мы все очень рады», согласилась Кэтлин. Ее слова эхом отозвались мою мозгу. Она тоже поцеловала меня, а затем сказала уже обычным голосом. «Так вот, значит, какой у меня престарелый и не стареющий двоюродный дядюшка. Том, глядя на себя, мне хочется иметь сына. Ты совсем не похож на дядюшку. Я никогда не буду больше называть тебя дядя». «Да я и сам не чувствую себя дядюшкой. Ну, разве что по отношению к Молли». У Молли на лице появилось удивление, потом она прыснула совсем как девочка. «Хорошо, дядя Том, я не буду забывать про твой возраст и буду относиться к тебе с уважением». «А где Вики?» «Я здесь, дядя Том, сейчас приду». «Побыстрее, красавица». Кэтлин резко глянула на меня, но ничего не сказала. Наверное, она не хотела подслушивать, она ответила. «Вики сейчас придет, Том, ей хочется чуть-чуть привести в порядок свое лицо. Ты же знаешь девушек». «А знал ли я?» Вики появилась буквально через мгновение. Веснушек не было и в помине, ровно как и шинки на зубах. Рот не был большим, он ей просто идеально подходил. А морковные волосы, источник стольких ее волнений, превратились в огненную корону. Она не стала меня целовать, она просто подошла ко мне, словно кроме нас с нею здесь никого больше не было. Взяла меня за руки и посмотрела в глаза. «Дядя Том, Том, конопатые». Не знаю, сколько уж времени мы изображали из себя статуи, потом она сказала молча. «Когда мы поженимся, со всей этой штукой на счет на расстоянии во много световых лет друг от друга будет покончено. Ты меня хорошо понял. Куда отправишься ты, туда и я? Хоть к этому заливу Бэбкока, если тебе так уж хочется. В любом случае, я пойду с тобой». «А, когда-то ты решила выйти замуж за меня? Ты, кажется, совсем забыл, что я читала твои мысли с самых малых своих лет и делала это значительно тщательнее, чем ты думаешь. И продолжаю этим заниматься». «А как же Джордж?» «А никак, Джордж. Он просто моя выдумка. Когда я считала, что ты вернешься только тогда, когда я буду уже старухой. Так что забудь про Джорджа». «С радостью». Наше ухаживание продолжалось целых 20 секунд. Не выпуская моих рук, Викки сказала вслух. «Мы с Томом сейчас поедем в город и поженимся. Приглашаем всех вас с собой». Так мы и сделали. Я видел, как после церемонии Пэт внимательно присматривался ко мне, пытаясь оценить новое положение вещей, размышляя, как бы использовать его в своих интересах. Правда, Пэт не разобрался еще в новой ситуации. «Если кто и будет теперь помыкать мною, то во всяком случае не он. Вики говорит, что в ближайшее время я буду ее стараниями совсем тип-топ. Хотелось бы надеяться, что у нее ничего не получится, однако надежды мало. Ну а если получится, что же? Придется к этому приспособиться». «Я и не к такому приспосабливался». На этом роман Роберта Хайнлайна «Время для звезд» заканчивается. Большое спасибо всем тем, кто слушал его на моем канале «Книга в ухе». Дорогие друзья, как я и говорил в первом видео, это первый фантастический роман, который я читал специально для этого канала. Очень жду в комментариях ваши отзывы о том, как вам такой формат. Понравилось ли, что стоит еще озвучить. В общем, жду ваших комментариев. Напоминаю, что если вы еще не подписаны, то предлагаю вам подписаться, это поможет вам не пропускать новые видео с моего канала. Ну а также не забудьте поставить лайк, это тоже очень полезно и приятно. Спасибо вам большое, с вами был Александр Большишальский и до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok